Как улучшить микрофлору кишечника? Полезные бактерии, которые содержатся в нашем организме, очень любят фрукты, овощи, орехи, отруби, квашеные продукты и льняное масло. Эти продукты способствуют выработке ферментов и они помогают не только улучшать усвоение продуктов, которые мы применяем, но и повышают иммунитет. И если, например, человек находится в хорошем состоянии, в бодром настроении, принимает пищу, то его микрофлора тоже улучшается. Наоборот, если человек кушает в раздраженном состоянии, в удрученном, то полезная микрофлора безвозвратно погибает. Об этом говорит доктор медицинских наук Ирина Гуща. И поэтому, чтобы улучшить микрофлору кишечника, старайтесь перед едой настроиться на светлое, доброе состояние души. И также старайтесь, чтобы и дети, которые мало ежки, не испытывали обиды во время еды, потому что они не хотят кушать то, что мы приготовили. Нужно стараться, чтобы и у них было приподнятое настроение во время еды. Очень большую пользу нашему кишечнику приносят молочнокислые бактерии. Иван Иванович Мечников даже проводил опыт. Он в бульон забросил бифидосодержащие бактерии и стафилококки. И через 18 часов стафилококки все погибли. Поэтому, употребляя кефир, кумыс, йогурт, вы улучшаете полезную флору своего кишечника, увеличиваете количество полезных бактерий и уменьшается патогенная флора. Я желаю вам, чтобы вы пересмотрели свое питание и увеличили количество фруктов, овощей, орехов, кров, живых соков. Добавили отруби, льняное масло в свою пищу, жирную рыбу. И тогда в вашем организме количество полезных бактерий будет неуклонно увеличиваться. Здоровья вам! Как улучшить микрофлору кишечника? Для этого мы каждое утро пьем сок из свежих овощей и фруктов. А через 30 минут я готовлю завтрак из овощей, чеснока, орехов и пророщенных сырных пшеницы. Это все можно приготовить в блендере. Для этого я заливаю это йогуртом. И взбиваю все блендером. Вот такой у нас получится вкусный и полезный завтрак. Вот мы высыпаем все ингредиенты в крошку и заливаем йогуртом. Йогурт можно приготовить и самой. Я в молоко бифидобактерии выливаю и готовится в течение 12 часов настоящий йогурт. Так, а теперь все взбиваем. Меньше минуты и ценнейший завтрак готов. Я сейчас попробую, и по выражению лица вы увидите, насколько это хорошо. Нежная масса. Мед не добавили? Нет. Вот еще если мед добавить, вообще будет вкуснятина. В другой раз. Весь мед съели? Можно добавить еще и изюм, и ягодки. Пшеница совершенно не чувствуется. Вся размолота. Да. Спасибо большое за вкусную еду и шикарный фильм.